Совсем недавно в Екатеринбурге произошло событие, о котором медицинское сообщество говорит как о абсолютном прорыве в офтальмологии. Здесь открылся центр рефракционно-лазерной хирургии. Что это такое и действительно ли можно большому медицинскому центру обойтись без стационара? Поговорим с нашим гостем. Это руководитель центра микрофигии глаза в Екатеринбурге Олег Шиловский. Здравствуйте. Добрый день. То есть в центре нет стационара? Нет и не планирует. Как это возможно? Моментально. Все зависит от технологии. То есть мы все время стремились идти в направлении меньшей травмы для глаза, поскольку любое вмешательство – это же травма, пусть и дозированная. Но вот дошли уже до такой степени, что глаз не успевает отреагировать на проведенное вмешательство. И никакой реакции нет. Соответственно, нет послеоперационного периода, нет периода реабилитации. То есть пациент считается реабилитированным после окончания операции. И на это достаточно несколько минут? Да, это несколько минут. Причем тогда, когда мы делали церемонию открытия, то мы эти операции продемонстрировали в реальном времени. Просто на большом экране гости просто посмотрели, как это происходит. И мы вообще не планировали, чтобы показывать пациентку. И вот так она сама откликнулась на просьбу журналистов, которые там были. Они смогли сразу с ней побеседовать. Ей тут же проверили зрение после операции. Зрение уже было сразу высоким. Буквально вот она еще не сняла операционной шапочки. Уже вот все. Поэтому она с удовольствием пообщалась и рассказала там, по-моему, достаточно подробно, что она там ощущала, как все это происходит. Ну и все. И, конечно, поехал домой. Я хотел спросить, как получилось, что в Германии, где технология изобретена, и в Китае, которая прорывается, до сих пор этого нет. А у нас уже есть. Я бы не сказал, что вообще Китай прорывается. Мне эта фраза не очень нравится. Просто китайцы очень любят повторять все быстро, как мы с вами знаем. И не всегда это получается адекватно. И мы тоже об этом знаем. Но, тем не менее, самое распространенное в мире три слова – это не «я тебя люблю», а «сделано в Китае». Ну да, да, конечно. Китайцы покупают оборудование сегодня. То есть они своего не производят подобного оборудования еще. И они тоже решили, что будут развивать эту технологию. Я знаю, что сейчас мы обменивались опытом как раз на Европейском конгрессе. И эти работы из Китая тоже были. Правда, это действительно считанные клиники. Пока очень немного. То есть в России, я думаю, что две, наверное, на сегодняшний день, что я знаю, что достаточно активно работает, кроме нашей. И они не в Москве, кстати говоря. И при этом мы говорим об абсолютно просчитанной технологии. Абсолютно, конечно. То есть она не настолько инновационна, чтобы можно было говорить о возможных рисках. Нет. Риски, наоборот, они существенно снижены по сравнению с предыдущими технологиями рефракционной хирургии, что очень важно, потому что приходится оперировать здоровый глаз в общем. И, конечно, все риски должны быть сведены к минимуму абсолютно. Куда двигаться дальше? Ну, что-то будет. Все-таки пока еще тут что-то нужно делать руками. Там, допустим, устанавливать специальную, так сказать, контактную линзу, специально оборудованную на глаз. Создавать этот контакт. Потом удалять лентикулу приходится еще, так сказать, руками. В ходе операции. Ну, это уже совсем ничего, собственно, по сравнению с тем, что раньше происходило. А дальше куда двигаться? Дальше вот как-то эта ткань должна, в общем, самостоятельно испаряться в никуда. Это же вообще просто, чтобы глаз вообще никто не трогал совершенно. Ничего на него не приставлял, не приклеивал, не прилеплял и так далее. То есть, я думаю, ну, все к этому идет. То есть, идет все к тому, что будет четкая совершенно стандартизация хирургии, четкие, совершенно выверенные, все абсолютно разрезы и все манипуляции. Это будет делать вот, ну, лазер, например, под управлением очень мощного компьютера. И который, будем так говорить, система эта, она очень застрахована от дурака, так скажем. То есть, ничего нельзя там сделать не так. Вот. И вот к этому мы идем. Как в мире эту новость восприняли? Да, я думаю, что хорошо, но, в общем, ведь это всегда новые технологии, это всегда затраты, конечно. То есть, и не каждая клиника может, ну, так скажем, себе позволить, поверить в это, там, двинуться, перевооружиться в очередной раз. Я думаю, в этом проблема. Ну, и потом, все-таки, врачи немножко всегда консервативны. Любые врачи. Есть элемент консерватизма в любих докторов совершенно. Это свойство, наверное, нашей специальности. Ну, вот эти моменты, они играют роль, конечно. Я думаю, что эта технология, она будет все больше и больше завоевывать думы наших коллег. Но есть пока ощущение, что коллеги за вами наблюдают? Ну, не могу сказать. Очень удивляются, в общем, результатом. И еще раз говорю, что мы не одни работаем. И вот я знаю, что в Штатах начали. То есть, в Штатах есть такая FDA. Это госструктура, которая занимается именно разрешением каких-то технологий, еды, лекарств и так дальше. Вот FDA разрешила применение этой технологии на территории Соединенных Штатов. Это говорит о том, что она, в общем, безопасная технология. То есть, они это признали. Спасибо большое. Новых вам успехов. Спасибо.